Добрый день! Недавно я купил вот такой вот нестандартный набор от Юксин. Вроде бы это Юксин. Логотип, по крайней мере, их. И он включает в себя четыре головоломки. Мастер Морфикс, такая водочка, на самом деле камень, яйцо и тортик. А нужен был мне только тортик. Только этот. Но беда в том, что в России купить тортик отдельно мне не удалось, не продается. В Китае цена этого тортика рублей 600-700, а цена всего набора 1000 рублей и в России, ну на Азоне. Я даже купил по какой-то скидке там за 800-20 что ли. Учитывая, что один тортик на Алиэкспресс был уже, в последний раз, когда я смотрел, больше чем 700. Поэтому выбор был очевиден. Лучше купить быстро целый набор. Чуть дороже, чем один тортик через месяц и чуть дешевле. Но заодно здесь есть Мастер Морфикс, которого у меня не было. И про него я расскажу отдельно. Если пару слов сказать о наборе, то если у вас такого чего-то нет в коллекции, то очень можно даже купить. Мастер Морфикс, конечно, не самый лучший. Но вот эти две головоломки очень хорошие и интересные. Хоть и старые. Ну а тортик это просто эксклюзив. Давайте открывать. На тортик смотреть. Кстати, здесь сразу видно, что цвета вот такие. По факту они другие. А еще у меня есть третьего цвета и яйцо, и лодочка. Получается, они могут быть желтые, синие, зеленые, рандомные цвета. Вот так они все выглядят. Сегодня поговорим про тортик. Получится его достать. Про Мастер Морфикс я расскажу отдельно, сравнив с остальными. А вот эти вот головоломки, но они очень похожи между собой. Во-первых, у меня было яйцо. Куча псевдо паритетов. Весьма рекомендую. Не такая популярная головоломка. Отдельно можно найти. Но если у вас нет Мастер Морфикса, и вам тоже, как и мне, хочется редкий тортик, то вот этот наборчик можно купить. Он много где продается. Ну, на Озоне в том числе. Вообще не пожалеете. То есть 250 рублей, а то и 200 за одну штуку, это очень даже хорошие цены. Ну и головоломки такие они стоят. Понятно, тортик простой. Мастер Морфикс интересный сам по себе. А яйцо с лодочкой заставит вас очень крепко призадуматься. Ну или вам повезет, не выпадет ни один псевдо паритет, и вы соберете сразу. На канале про них видео есть. Про яйцо очень старое. Про лодочку, наверное, посвежее. Но в следующий раз я про них буду рассказывать уже в обучающих видео, когда они случатся. Ну и кто же такой тортик? Тортик. Это шейфмод кубика рубика 3х3. Когда-то много лет назад я его видел в продаже. Подумал, ну зачем мне такая легкая головоломка нужна? Тут же одинаковые элементы на каждом слое. И что тут, в принципе, собирать? Вы спросите, а что поменялось за эти годы? А ничего, он такой же простой, как и был. Просто я уже собрал, наверное, все возможные шейфмоды 3х3, какие бывают. А этот тортик у меня не было. Я его случайно заметил в продаже. Или вспомнил про него. Не помню как точно. И вот понял, что надо его искать, приобретать. И вот нашел, приобрел. Вы можете сделать так же. В чем особенность? Такое же количество элементов, как у кубика 3х3. Он получается чуть меньше. Большой слой корж или ярус тортика чуть выступает с границы 3х3. Тут, наверное, миллиметров 57. Наверное, даже побольше. Но остальные поменьше. И сам тортик пониже, чем трешка. Куча элементов одинаковых. То есть не надо переставлять ребра одного слоя. Не надо переставлять углы. Но зато центры имеют ориентацию, за которой нужно следить. Перемешаем. При перемешивании форм меняет. И хорошая эта головка будет для тех, кто недавно изучил 3х3 и хочет чего-то посложнее. Но не такого, чтобы что-то учить. Здесь учить ничего особо не нужно. Главное понять принцип, как оно работает. Когда-нибудь сделаю отдельное обучающее видео на тортик. Ну, наверное, не скоро. Может, через год где-нибудь. Вот такой вот может стать формы этот торт. Он также называется K-Cube. Искал его по-всякому. По-моему, именно как K-Cube он и нашел все. Но купил я все-таки в наборе, так как было веселей. Начнем с большого слоя. Эти оранжевые или красные ребра все одинаковые. Поэтому для креста нужно просто поставить сюда еще два таких. Неважно в каком порядке. Если вы умеете собирать кубик Рубика, то эти действия очевидны. Так, ну и вот еще. Кажется, что крест собран. Но нет, нужно еще посмотреть на ориентацию центра. И понять, правильная она или нет, можно, если рядом поставить одно из ребер желтых. Видим, что сейчас форма совпадает. Значит, хорошо. А вот здесь? А здесь тоже хорошо. А где же плохо? Где-нибудь сделаем плохо. А вот здесь вот плохо. Вот. Этот центр выступает. Так, немножко. Значит, он повернут неправильно. Пока я это показывал, сломал весь крест. Сейчас верну. И центры, которые развернуты не так, повернем как надо. Ну, допустим, сейчас смоделирую какой-то один. Показать процесс. А то они тут все хорошо повернулись. Раньше времени. Вот здесь все совпадает. Здесь вот нет. Этот центр выступает. Поворачиваем его вот этим оранжевым ребром наверх. Отводим в сторону. И поворачиваем его либо влево, либо вправо. Не важно куда. Элемент симметричный. Давайте влево. Возвращаем. И все обратно. Ну, и теперь становится хорошо. Можно заметить, что сюда часто становятся желтые ребра. Но это не так делает, потому что их много. И они все одинаковые. Они к тому же еще и симметричные, что создаст нам псевдопаритет. Возможно. Ну, вот парочка встали сами. А эти нужно поставить будет. Но для начала мы поставим, конечно, углы первого слоя. То есть собрали крест. И проверили, что центры правильно развернуты. Дальше ставим углы. Ну, тут обычный пиф-паф нам помогут. Так. Углы тоже симметричные. Поэтому здесь ситуации такие несложные. Говорит, мы все те же самые. Если у нас вот таким плоским краем смотрят вверх, то нужно делать либо три пиф-пафа, либо алгоритму аналогичный этому. Например, вот такой. Ну, если стоит криво на своем месте, поднимем. Потом поставим. Так. Ну вот, первый коржик тортика готов. Будем собирать второй. Центры уже развернуты. Поставим вот сюда желтые ребра. Ну, стандартный алгоритм из кубика 3х3. Такой вот. Вот элемент стоит на месте. Ставим сюда еще. И сюда еще. Пока собирал углы, я что-то там сломал. Ну, это нормально. Так. Ну, осталось еще один. Вот этот поставим сюда. Все, одним алгоритмом даже зеркальный не нужен, так как сами ребра симметричны. Ну, и здесь мы видим, что конфигурация ОЛЛ-палка и псевдо-паритета нет. Но он возможен. Ребра симметричны второго слоя, поэтому их ориентации мы не видим. Давайте одно из них развернем нехитрым алгоритмом. Посмотрим, что получится. Видим, что вот три элемента стоят хорошо, один лежит. Да, это получается псевдо-паритет. Видно на камере, если. Вот этот элемент лежит неправильно. Должен быть вертикально. Ну, а на обычном кубике такой ситуации быть не может. И сколько мы не будем делать палку-галку, это не решится. Поэтому нужно развернуть ребро одно из четырех. Соответственно, вот такое ребро тоже одно из них развернется. Ну, если вот развораживать конкретно вот это ребро при такой постановке верхнего слоя, где неправильное справа, то развернется как раз оно и получится сразу хороший крест. Ну, и может быть, в случае, когда только одно будет правильно ориентированное ребро, делать нужно то же самое, но крест потом придется, конечно, дособрать. Я сделаю алгоритм из F2L, который разворачивает вот это ребро, а угол оставляет на месте. Вот для такой ситуации его используют. Ну, можно любой аналог тоже применить. Фиф-паф, отводим назад, разбиваем трехходовку и решаем. Также здесь делаем пиф-паф, отводим назад, разбиваем на трехходовку и трехходовку загоняем. И вот у нас здесь уже крест. Переставлять элементы не надо, ребра все стоят на местах. Ну, и уголки тоже нужно только развернуть. Ну, можно это делать простыми пиф-пафами. Я вижу, что здесь алгоритм рыбка, поэтому его сразу и выполнили. Не самая стабильная головоломка. Мне поначалу вылетал вот этот зеленый центр, но сейчас вроде перестал. Крутится вполне приемлемо. Из сложности только необходимость разворачивать центры и псевдопаритет из-за того, что элемент симметричный. Знаний обычного 3х3 здесь почти хватает. Какие-то сильно сложные алгоритмы здесь знать не нужно. Даже перестановка ребра и углов отсутствует. А это самое сложное в кубике 3х3. Кому можно посоветовать такую головоломку? Ну, либо начинающему, либо коллекционерам, как я только когда-то по каким-то причинам ее не купил. Вращать можно, выглядит интересно. Кей Куб или Куб Тортик займет достойное место в моей коллекции. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Всем пока.